вот эта дорога вот сразу буду ставить на паузу и рассказывать истории это дорога по которой меня завел навигатор когда я ехал я заезжаю на нее и там просто вот банально одни бугры бугры и вот просто машину трясет нет ни заправок нет вообще ничего подвеску хуярит вот так вот просто вот гулять машина разваливается буквально на ходу то есть отвалилась защита двигателя просто жесть и всю дорогу так и так несколько сотен километров скорость удавалось держать ну максимум километров 40 50 в час и это даже быстро для этой дороге но если бы я ехал еще медленнее то я бы вообще никогда не добрался плюс я был уже очень сильно уставшим и естественно я хотел побыстрее как-то уже избавиться от этого всего плюс был бензин на нуле а та канистра то канистра а была так что у меня тут немножко сбился а та канистра что у меня была в багажнике она получается это самое вылилась прямо в багажнике раскрутилась и вылилась вот это я собачку по пути встретил это заброшенная деревня какая-то была тут естественно не было ни каких этих ну вообще ничего просто заброшенная деревня летит заброшенные дома там никто не живет я останавливался выходил смотрел там никого не было вот и я смотрю бензин на нуле канистра что было в багажнике 5 литров бензина она полностью вылилась прям в багажник поэтому я его естественно потом по приезду ездил на разборку полностью даталова разбирал счищал около пяти шести часов это шумоизоляцию которая растворилась в багажнике от бензина запах не выветривался из салона около трех месяцев но тем не менее я как бы заменил всю обшивку все заменил дома эти все заброшены здесь абсолютно бесхозная территория была но перед тем чтобы попасть вот сюда я ехал еще несколько ну там часа три вот по этой дороге вот по этой вот по такой вот дороге с буграми с ямами я ехал часа три-четыре потом я ехал вот по такой разъебанной дороге опять же часа три-четыре вот и попутно ну вот только вот заброшенные домики вот эти больше ничего вот так и ехал вот то есть вот здесь видите попутно здесь только вот заброшенные какие-то сломанные дома возможно это была какая-то заброшенная деревня когда-то деревня была она сейчас уже не действующая до деревня может там один человек живет на всю окраину может вообще никто не живет что я ни одного дома как бы жилого здесь не встретил здесь только вот заброшенные разрушенные дома и так я ехал ну не знаю часов и 7 наверно бензин на нуле естественно канистра с бензином вылилась вот что делать на хер его знает что с этим делать даже если бы я встрял где-то здесь то навряд ли бы я смог а навряд ли бы я смог отсюда выбраться потому что на эвакуатор сюда не закажешь ничего сюда не закажешь людей попутно проезжающих практически нет скорее всего бы застрял здесь вот плюс я как-то чуть не слеха вот в такой кювет то есть я вот так же ехал по этой дороге и практически заснул и у меня машина прошла вот в сторону вот сюда на обочину я выкрутила руль и и занесло естественно задний привод и я пытаюсь вырулить пытаясь выровнять машину все-таки смог ее выровнять но вот примерно на такой машине я чуть не слетел в кювет вот не я не на 300 рублей заправился просто заправок по пути не было я сколько ехал часов вот периодически вот встречался асфальт периодически встречался асфальт но его уже видите то есть он так встречается буквально несколько там километров асфальта потом опять пропадает и плюс даже когда был этот асфальт он там такой весь разъебанные вот и вот я встретил вот это село опять же еще очередное разъебанное село со сгоревшими ведь домами то есть в этих домах тоже никого нет то есть вот этот домик беленький он с виду вроде бы типа получше выглядит чем те но это тоже заброшенный дом то есть здесь не было домов в которых жили люди и я думал что все я уже думал я приехал и выбраться мне отсюда не выбраться какая-то бытовка заброшенная я думал что я уже не выберусь из этого места поза блока это вот я рассказываю как я ехал и нижнего тагила до петербурга вот и вот так долгие годы долгое время вернее а потом я встретил маленькое поселение людей ну буквально несколько жилых домиков не какой-то небольшое поселение и там я у местного населения поинтересовался если хоть где-нибудь здесь хоть одна заправка и оказывается тут нет по не дали недалеко была какая-то заправка какая-то газель заброшенная это все бесхозное то есть и газели дома там не было людей вообще вот заброшенная газель и они сказали что есть здесь какая-то вот заправка поблизости она естественно была уебищная херовая с херовым бензином но у меня выхода не было естественно хоть с херовым хоть не с херовым бензином то что ехать по навигатору еще поэтому по этой дороге было долго на приборной панели бензина уже не было там сколько 60 километров показывала машина что у вас осталось бензина там до ближайшей нормальные заправки дороги еще там не знаю километров 200 а у меня вот по машина показывает что осталось 60 плюс она показывает 60 на самом деле это там еще меньше по идее останется вот и вот посмотрите на дорогу посмотрите она вся в ямах вот в этих раздолбанная просто я вот после бомба не бомбежки какой-то и вот она видите 62 километра вот бензина совсем не чуть-чуть остается на 62 километра вот эти то что вот чуть-чуть дорога нормальная а потом она потом опять плохая становится то есть как здесь бывает чуть-чуть вот полоса идет более-менее нормальная дорога потом опять говно чуть-чуть нормально 5 говно и тут так и не было нормально и вот сейчас будет вот эта заправка до которой я добрался с горем пополам еле-еле добрался вот она азс вот азс здесь 46 рублей 92 там по моему только был там не не помню по моему там не было 5 бензина на этой заправке это вот какое-то поселение до которого я добрался тут вот машины местные проезжают но и я уже вот как бы я не это я уже снимаю после того как я залил бензин просто я залил на ней бензина на 500 рублей вот там стрелка поднялась вот эта заправка вот ларечек вот этот стоит и вот две колоночки вот они круглосуточная зс я залил бензина я еще спросил у местного населения нормальный бензин ли там они сказали говно бензин но смысл делать нечего поэтому на 500 рублей заправился и поехал до ближайшей нормальной заправки чтобы выбраться отсюда потому что но предстояло опять заехать в лес опять на эту проселочную дорогу за заехать вот а да так и есть что я поворот не туда сделал серьезно то есть мне навигатор показал причем я ехал как это было я еду ночью темнота ничего не видно и тут навигатор меня с федеральной трассы сварай показывает сворачиваете вот ну в объезд какой-то и я сворачиваю попадаю в лес вот мало того что я попадаю в лес так я еще попадаю на раздолбанную разбитую дорогу разъёбанную всю при этом не освещенную абсолютно без каких-либо заправок без каких-то опознавательных знаков без нормальной обочины просто темная страшная дорога я еду ну благо уже светало как бы рассвело а я смотрю что она не кончается я еще еду но проехал буквально там минут 20 думаю плеть должно же это скоро кончится потому что ну блять по такой дороге ехать невозможно извините она вся разъебанная вся разбитая машину вот так шатает херачит я думаю сейчас там колесо отвалится или бампера разъебу или еще что-нибудь разъебу ну потому что там ну не знаю на уазике на ниве еще нормально ездить на моей машине там вообще но ни в какую по такой дороге не ездить естественно я оторвал там защиту нища там вот эту пластиковую хуйню там бампер немного разъебал вот потому что но моя машина для такого не предназначена а смысл в том что эта дорога была не то что ну 20 там 30 минут езды а я там застрял часов не знаю на 5 на 7 на и еще и благо я как бы смог выехать смог выехать в плане того что нашел вот эту заправку потому что если бы не эта заправка я естественно не выехал а еще и бензин этот пролился сраным что я так бы залил вот эту пяти литровку канистру бензина которое заранее купил в тагиле залил 5-5 литров бензина газпром туда она вылилась на хрен и в итоге сделала только хуже мне потому что мне пришлось потом проветривать машину менять обшивку в багажник и вот это все делать это страшное дело ладно продолжаем ехать вот и еще при этом сломалась же печка вот это вот она полностью сломалась и не работала вот эта вся балалайка весь этот экранчик на ебнулся и ночью я не мог заснуть потому что ночью было очень холодно я останавливался на заправках спал в машине но в машине было спать невозможно холодно то есть холодина а печка вообще не работает она просто отказала и она вот максимум что показал это вот ну навигацию вот эту сраную свою можно было включить а вот эти все кнопки они не нажимались ничего не работал в итоге я тут потом покупала за 16000 и печку менял вот она сдохла она перестала работать абсолютно над забавно конечно вот еду вот уже 170 показывает осталось 173 километра неплохо и это повеяло ну вот это вот поселение маленькая про которое горил тут вот такие одноэтажные домики какой-то поселочек он благо в этом поселочке была единственная заправка в это вот это во всем поселке это единственная была заправка который я заправился больше здесь нигде заправок нет в этом поселке я потому что останавливался и у местного населения спрашивал естественно это все дело что-то говеная канистра за щелка идут все а ты в бутылку дакаю я видно ее хреново не по резьбе закрутил наверно сам и она сука крышка но мне казалось что я нормально закрутила она видно не по резьбе пошла блять и открутилась на хрен обычная канистра я в газпроме и купил рублей за 500 сука или за 300 рублей уж не помню сколько я купил вот и вот я ехал увидите по этому вот поселочку и благо из него выбрался потом всем добренько